Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава, глава Итро. Итак, в нашей недельной главе рассказывается о основном событии, которое приключилось с еврейским народом и не только, со всем миром. Это о даровании Торы. То есть, это когда мы стояли на горе Синай, получили тот документ, ту Тору, связь с Всевышним, как свадьба между Богом и еврейским народом, вечный завет, который дан нам, который сделан нас народом, та основная точка, благодаря которому мир вообще существует, если бы евреи не приняли Тору, пишут, что мир бы вообще не существовал. То есть, мы понимаем, что события нашей главы, главы это ключевое событие для всей Торы, да, потому что тут рассказывается о даровании Торы. И тем не менее, да, наша недельная глава не названа дарованием Торы, 10 заповедей. Помните, как говорили многие лекторы, и то же, что есть шаббат-шара, то есть шаббат-другой, то есть разные шаббаты, которые разные недельные главы, которые называются по-разному, но наша недельная глава носит название Итро. Итро, это не был какой-то особый человек, но мы сейчас объясним, что он был действительно важный человек, но это был человек, который принял ги-юр, тесть-маше, все хорошо, но мы должны понять с вами, почему Тора называется именно именем Итро. Как говорит левайческий рэб в своих беседах, что название, это, как правило, выражает сущность материала, который мы с вами учим, как название человека выражает сущность души. И если Тора называет нашу недельную главу Итро, даже не Маше, который был связан с Торой, еще можно было назвать, там, неразрывной связью, но она называет его Итро, да, значит, есть какая-то связь этого человека с дарованием Тора. Если мы рассмотрим глубже, мало лишь того, что Зоор, святые книги Каббалы, говорят нам еще больше, еще глубже, что без того, что Итро принял Бога, да, то есть невозможно было бы как таковое дарование Тора. Как это можно понять? В чем, почему книга Зоор вынуждена сказать нам, что без Итро нету дарования Тора? В чем такая заслуга огромнейшая Итро? Итак, давайте для начала разберем вообще фигуру Итро. Известно, что Итро был одним из советников фараона, одним из трех советников важных, которые принимали решение, не принимая, принимал решение фараон, но они давали ему рекомендации по поводу уничтожения еврейского народа. И вот первый советник был Билам, который одобрил это все, второй советник был Юоп, мы знаем историю с Юмом, одна из вещей, по которой он так, по Медражу говорит, что он так страдал, это то, что он промолчал, когда фараон хотел казнить еврейских детей, и третий, это был Итро, который не мог молчать, а говорил все время правду, да, то есть он понимал, что ответственность за молчание это очень большая, он становится соучастником преступления, и поэтому он не смог молчать, и он сказал правду, что и с еврейским народом лучше не связываться. Это повлияло на то, что Итро вынужден был бежать из Египта, и имея хорошую должность и большие амбиции, да, то есть он должен был это все оставить, оставить свое рабочее место, и перейти в Медьян. Медьяне по достоинству оценили Итро, потому что известно, объясняет Медраж, что Итро знал все это упоконство мира, то есть он перепробовал все, все, что поглонялись люди, он перепробовал все, плюс он был очень грамотнейший человек, гений особый, вот, и его как раз сразу оценили по достоинству и назначили главой, главным жрецом Медьяна, целой страны. К нему обращались советом, через него проходили служение различным идолам, и вдруг в какой-то момент Итро решил быть перед собой честен. Да, представьте себе, что Папа Римский завтра выйдет и скажет, что я признаю, да, то есть как бы, что моя религия, она не права, там, а права другая религия, там, то есть что все, что я делал до этого, это является, там, неправильным и неверным. Как восприметь это полмира? Конечно, это будет то, что мы скажем на иврите, раж гадоль, то есть будет большой шум, когда узнает о истинности. И именно этот шум и способен, как бы, перевернуть мир с головы на ноги, как говорится, что весь мир заговорит о таком человеке, у которого было все, было теплое место, было все, что возможно, деньги, зарплата, почет, уважение, и он ради правды, ради стремления быть рядом со Всевышним, с еврейским народом, он выбирает истинность именно Торы. И здесь мы с вами прекрасно понимаем, что значение Итро огромнейшее для дарования Торы. Почему огромнейшее? Что именно благодаря таким людям, как Итро, которые отказываются от всех материальных благ, которые могут получить, не то, что отказываются просто по жизни от материальных благ, что они отказываются от имени, от почета, от всего, и готовы полностью потерять все ради Торы, Торы – это огромнейший вклад, это огромнейший вклад в веру Всевышнего. И на самом деле мы должны понимать, почему это так важно для нас. Когда мы видим огромнейшего ученого, ядерного физика, или как были многие профессоры, или мы видим людей, которые были полностью погрязшие в какой-то идеологии, вплоть до коммунизма, капитализма или еще что-то, и вдруг в какой-то момент их осеняет, они видят, что все их идеи, они неправильные, и они становятся верующими евреями, это производит на мир огромнейшее впечатление, больше, чем может произвести впечатление полностью соблюдающего человека. Меня нередко спрашивают, как я мальчик из Одессы вдруг стал религиозным. То есть никто не спрашивает, как обычный человек, росший в еврейской кошерной семье, мог стать религиозным. Но то, что стал человеком, у которого были другие варианты, другие возможности, для людей вызывает огромнейший интерес, и это заставляет их по-настоящему увлекаться Торой и думать, что такое Тора. Если этот человек этим увлекся, значит это не просто так. И когда мы видим какого-то ученого, или какого-то философа, или какого-то писателя, который говорит о Торе, который меняет свои убеждения ради убеждений Торы, то есть или осознает в истинности Торы, это проявляет на мир огромнейший эффект, колоссальный эффект. Когда мы видим, скажем, что зять Трампа, он соблюдающий еврей, его дочь проходит Геюр, или еще что-то, об этом говорят все. Это становится гласностью, об этом все разговаривают, об этом всем говорят, об этом все видят. Я хотел бы привести здесь очень интересный пример, известнейший пример, пример с Онкиосом. Ункиос, если вы возьмете любой нормальный хумаж, который есть обычно там по краю, на армейском языке, пишется комментарий, перевод Ункиоса. Ункиос это великий еврейский ученый, философ, который знающий раввин, не знаю, как еще можно сказать, как его обозначить, но тем не менее, его история, что он был племянник никого иного, как Андриана, то есть это был племянник императора, и поймите, какие возможности он имел. Однажды он был очень грамотный человек, очень умный человек, он искал правду, искал истинность, и однажды он начал путешествовать, он уже начал увлекаться Торой, тогда, говорят, неважно, он начал путешествовать, и один раз он вышел со дворца, и стал евреем, стал евреем, и начал учить Тору, глубоко изучать Тору, и ушел со дворца. А Ункиос думал, что он где-то, Андрианус думал, что он где-то торгует, или еще что-то, и как-то Андрианус путешествовал, и заехал в какое-то место, и увидел там Ункиос, он его узнал, несмотря на то, что тут изменился, уже стал евреем, он посадил его в свою колесницу сразу, и начал у него узнавать, как он докатился в такой жизни, что с ним произошло, он говорит, я стал религиозным евреем, он говорит, как же такое могло произойти, он говорит, ты мне сам говорил, что как разбогатеть, как вести торговлю, надо найти ценный товар, который никто не ценит, поднять его, то есть, как бы, купить его, подождать, пока ему будет цена, а потом продать. То же самое я сделал, я знал, что евреи они гонимы, но я знаю их настоящую цену, и наступит момент, когда они поднимутся. Ункиос был, очень сильно впечатлился этим, у него были, то есть, такой шок, как его племянник стал, и он потихонечку попрощался, племянник Ункиос попрощался с Андрианом и убежал. То есть, как бы, Андриан вернулся к себе во дворец, долго-долго думал, потом решил все-таки вернуть Ункиоса обратно, и он послал отряд, специальный отряд, чтобы он забрал Ункиоса, сказал, возьмите и приведите моего племянника, хочет он этого или нет, пойдет так, пойдет так, не пойдет, приведите его силы. И понятно, что пришли отряд, чтобы его взять, он говорит, куда вы спешите, давайте мы покушаем, пойдем со спокойной, у меня нет проблем, это же мой дядя, мы к нему пойдем. И тут, он говорит, на стене висит картина, он говорит, слушайте, знаете, как эта картина получилась? Они говорят, как? А проходил ребенок, зацепил краски, краски разлились, и картина возникла. У него говорят, что ты говоришь ерунду. Он говорит, а как вы думаете, наш материальный мир, как он возник? И начал с ними разговаривать о Торе. Начал с ними разговаривать о Торе, они настолько впечатлились Торой, что остались учиться. Представьте, целый отряд, который послал Андрианус, послал для того, чтобы забрать Ункиоса, стал религиозным, стал евреями и принял иудаизм. Но Андрианус разозлился, послал следующий отряд и говорит только ни о чем. То есть не говорите с ним о Торе, с Ункиосом, возьмите его. Если он будет говорить о ихней Торе, не говорите, переводите тему. И они приходят, говорят, да, конечно, мы не будем говорить о Торе, но мы же можем вообще общаться. Он говорит, да, можем общаться. И тут он говорит, так улыбнулся, говорит, слушайте, кто несет перед кем факел? Слуга перед господином или господин перед слугой? Те говорят, ну, конечно, слуга перед господином. то есть слуга бежит впереди и несет факел, а господин идет сзади, он говорит, а у нас все наоборот, у нас у евреев, он уже говорит, у нас все наоборот, еврейский народ выходит из Египта, факел несет перед ним Всевышний, да, то есть как бы сам освящает и все остальное, тоже стало интересно, следующий отряд принял Геюр, посылает вам третий отряд и говорит, вообще с ним не говорите, ни о чем, то есть не разговаривайте с ним ни о чем, просто возьмите и переведите его. Приходит третий отряд, говорит, мы с тобой не разговариваем, он говорит, конечно нет, он подходит к Мезузе перед выходом, целует Мезузу и начинает смеяться, он говорит, что ты смеешься, он говорит, скажите, охранник где находится обычно, охраняет за домом или перед домом, да, то есть говорит, он говорит, конечно перед домом, то есть он находится снаружи все, а Всевышний охраняет евреев и снаружи, а они находятся снутри, и тоже начался разговор, и тоже они стали религиозные, евреи, И после этого Андрианус уже не посылал своих воинов для того, чтобы они забрали Ункиуса. Он оставил это дело в покое, потому что советники ему сказали, что ты хочешь, чтобы вся твоя армия стала религиозной. Есть такая вещь, насколько я знаю, что боятся посылать хабадников в летные войска, то есть в ВВС израильские. Почему боятся посылать хабадников в израильские ВВС? Потому что уже был случай, что туда попал один хабадник, начал общаться с людьми, а люди, которые в ВВС, как правило, они не тупые, мягко говоря. И вот эти люди очень стали грамотные и стали религиозными евреями, а так как все-таки быть тяжело одновременно религиозными евреями боевым летчикам, многие ушли с авиации, а на их обучение было затрачено очень много сил, и поэтому есть негласное правило хабадников не брать в ВВС. ВВС, напоминает анекдот, знаете, человек идет в армию, и ему говорят, куда ты хочешь попасть? Он говорит, в ВВС, то есть я хочу летать. Они ему говорят, ну слушай, ты как бы не подходишь, он говорит, тогда я хочу в другие войска, которые смотрят, чтобы самолеты там, ну то есть зенитные войска. Он говорит, почему в зенитные? Он говорит, если я летать не буду, никто летать не будет. Да, но тут мы видим, что получается, что какое впечатление произвел, мы возвращаемся к нашей беседе, какое впечатление произвел Ункиус на то, что он, столько людей стало евреями, и как вот это отношение. Мы видим, насколько человек может там изменить действительность, насколько это действительно проявляет огромнейший свет. Ну, тем не менее, я хотел бы более подробно и более глубоко, мы уже на поверхности видим ответ на наш вопрос, но более глубоко я хотел разобрать это еще глубже. Итак, что хотел сказать? Вообще, давайте посмотрим, когда Итр пришел вообще. Он пришел, он же до этого был уже, можно сказать, верующим человеком. Почему верующим человеком? Потому что уже он отказался от всего этого поклонства. Мы видим, что когда Маше приходит к Итро, то он видит, что его дочери не могут напоить скот, и с ними поступает как-то так не очень по-мужски, как говорится. То есть, и он спрашивает, почему это так, выясняется, что из-за того, что Итро отказался от всего идолопоклонства, его возненавидели. Понятно, что человек думает по-другому, его начинают ненавидеть все, которые думают по-другому. Так как он явно понимал, что все служение, которое делается в Медьяне, это идолопоклонство, оно не стоит ничего, то Итро, соответственно, не любили. Не любили за правду, потому что человек, который говорит правду, он может далеко пойти, его все посылали. И вот уже тогда понятно было, что еще Итро даже берет обещание с Маше, чтобы тот не приходил в Египет. Почему не приходил в Египет? Потому что он знает, насколько опасен фараон, и Маше женится на его дочери, которые тоже уже приняли веру в единого Бога и так далее. Но мы видим, что Итро приходит к еврейскому народу не сразу, а приходит он к нему как раз после, пишется два события, так пишется Тора, два события. Первое событие это рассечение Красного моря, да, и второе событие это война с Амалеком. Да, то есть почему эти два события так повлияли на него, что он пришел, а до этих событий он не приходил. Ну, на первый вопрос мы уже отвечали в предыдущих беседах, что само понятие рассечения Красного моря повлияло вообще на весь мир. На весь мир заговорило Всевышний. Да, и мы видим историю с Рахав, который прячет разведчиков. Известно, что Рахав до этого занималась, была элитная проститутка, извините, за подробности, да. Да, и тем не менее она делает шиву, еще один наглядный пример, когда человек, который был в обратной стороне святости, принимает шиву, и он полностью справляется. Мы об этом опять тоже заговорим. Такие примеры очень важны. Когда такой человек начинает меняться, исповедовать, тогда говорят, что, то есть, это что-то невероятное, как такой человек смог стать религиозным. Ну и вторая основная вещь, о которой мы с вами говорим, да, это война с Амалеком. Что же повлияло на войну с Амалеком? То есть, очень известная история вообще, кто такой Амалек и как он возник. И так, история Амалека, она очень поучительная. В чем поучительная? Что была такая знаменитая история с Тимна. Тимна, Тимна. То есть, это была женщина, которая очень хотела присоединиться к еврейскому народу. Она пыталась там к Авраму, Цхаке, Акопу, то есть, как бы, к его потомкам. Она очень пыталась, чтобы ее приняли в еврейскую семью. Но ее не принимали. Вообще, в иудаизме не очень принято принимать людей, которые не исповедуют иудаизм. Но это отдельная тема, мы немножко об этом поговорим. Но она очень жаждала. Евреи ее отказались, не приняли. Еврейский народ ее не принял. Это была еврейская семья. Нельзя сказать, еврейский народ, он образовался по-настоящему после дарования Тора. Но еврейский народ не принял ее в семью. И она, для того, чтобы быть хотя бы ближе к семье Яакова, к семье Ицхака, она вышла замуж за Элифаза, это сына Эйсава. То есть, она стала женой, даже наложницей Элифаза, сына Эйсава. И когда вы помните, что Эйсав позывает Элифаза, чтобы убить Яакова, и Тима отговаривает его от убийства Яакова. Она говорит, слушай, ты не должен убивать и все остальное. Но самая важная причина, очень красивая причина, которую она ему говорит, она говорит ему так, смотри, «Опещено, что потомки Яакова будут рабами. Если ты убьешь Яакова, то так как у Яакова мы два сына, то есть есть Эйсав, как у Ицхака два сына, если Ицхак и есть Яаков, то рабство должно распространиться на обоих. Если ты убьешь одного, то нет, давай подождем, пока еврейский народ взял первородство, он попадет в рабство потомки Яакова, а когда выйдут из рабства, вот тогда мы ему припомним все. То есть вот тогда мы ему напомним все обиды, которые мы были. И Тима затаила громаднейшую обиду и закляла своего сына Амолока, чтобы он отомстил евреям за то, что евреи не приняли ее в еврейство». Ну, такой интересный момент, то есть как бы меня не приняли к вам, но тогда, как я сказал, если я летать не буду, то и никто летать не будет. И понятно, что Амолек это потомки Тимны и потомки Элефаза, как мы понимаем. И его война с еврейским народом как бы оправдывается тем, то есть что теперь мы понимаем, что сам Итро сначала боялся, есть комментарий, что он боялся, что евреи его не примут. Почему евреи его не примут? Потому что, во-первых, знают, кто он был. Бывший идолопоконник, который перепробовал все, еврейский народ его примет. Но теперь он видит, что после войны с Амолоком, теперь он видит, как плохо не принимать людей, которые стремятся к еврейству, не принимать у еврейства. То есть понятно, что по Торе нужно отговаривать нееврея, который хочет принять еврейство, чтобы он понимал всю сложность. Но если неевреи всей душой жаждут принятия еврейства, и мы это понимаем, то есть заповедь помочь ему принять еврейство уже тогда, если он такой. И поэтому мы видим, что здесь совсем другое. И поэтому пишется, что Итро, одно изменение, что Итро как раз пришел в этот момент. Пожилой человек, которому все было устраивало, и тут тоже не может спокойно ждать, он приходит в тот интересный момент, самый важный момент, который мы говорим, момент для еврейского народа. Второе объяснение, что именно война с Амалеком повлияла на то, что Итро увидел, что еврейский народ в отчаянии. Он вышел, получил Тору, и тут на него нападает, то есть его выводит сам Всевышний, и нападает народ. Вокруг есть одни ненавистники. И до этого момента, до войны, до этого момента, он видит, что победили египтяна, тут еще появляется. Неужели у нас всегда будут нас ненавидеть, всегда будут с нами воевать? И Итро своим присутствием показывать? Нет. Посмотрите, я человек, который сам вышел оттуда, сам в этой среде и стал евреем, это являлась огромнейшая поддержка для еврейского народа, что видит, что даже такие люди приходят в Торе, как Онкиос, как Рахаб, потом впоследствии. Это позволило, что Итро стал помощником еврейского народа. То есть человек, которым мог просто уже сидеть, дожил до старости, как бы сидеть и не двигаться никуда, как бы он уже мог, как бы, спокойно отдыхать. Но нет, он человек правды, человек истины, и стремится к истине, и он приходит к истине, он видит подходящий момент, и он обращается, он назван Хатан Маше. Я слышал урок моего первого учителя, он там говорит, почему до этого Маше назван, Маше назван, что его тесть Итро, а тут наоборот упоминается Хатан Маше. То есть почему именно упоминается, что Маше, он ставит на первый, до этого Итро стоял на первой ступени, теперь Маше. Очень интересно, что именно подчеркивается везде, рассказывается про эти истории, как говорил, говорит раввин Ишая Гиссер от своего учителя Эванес Роя, да, он говорит, что пишется, что Наси Уаконь, то есть что Маше, это весь еврейский народ, он представляет себе весь еврейский народ. Глава поколения в себе объединяет весь еврейский народ, поэтому, говоря, что он тесть, что он, что его, что Маше, он, как бы говоря про Маше, он как бы говорит свою связь со всем еврейским народом, то есть это подчеркивается связь со всем еврейским народом. Итак, Итро приходит в тяжелый момент, чтобы поддержать еврейский народ, Вспомнил анекдот, когда мы сказали, что Итро спокойно мог доживать свою старость и он намного заработал, он верил в единого Бога и все остальное. Итро вспоминается один анекдот, человек говорит, я боюсь летать. Он говорит, ну если ты боишься летать, он говорит, то тогда выпей перед полетом. Он говорит, но когда я выпиваю перед полетом, мне становится так хорошо, что я никуда не хочу летать. Здесь то же самое, человек как бы боится присоединиться к еврейскому народу. Итро присоединяется к еврейскому народу, но здесь есть еще более глубокая мысль, благодаря которой мы объясняем, Рэб объясняет, почему так важно и почему такая связь по Золору с главой Итро и почему Итро называется, вся недельная глава имеет название Итро. Первый ответ, что до этого момента Всевышний с темнотой получается воевал. Египет, еще кто-то, он просто когда были не согласны, было уничтожение этого. Но впервые за все это время появляется не то, что уничтожение несогласного, а переделка несогласного. Переделка целого поколения. То есть в примере Итро такие люди могут спуститься туда, куда праведник изначально не может спуститься. Разве праведник даже Маше, такой как Маше, он спускает евреям Тору, но он не может спуститься ниже своего уровня. Он не может спуститься в нечистоту, он не может спуститься в видовопоклонство и все остальное, потому что он стоит намного на высшей этой ступени. С этой ступени он практически не взаимодействует. И в тот момент, когда проходит такой человек, как Итро, то свет, который дает Тора, он может по-настоящему спустить до самой низкой ступени, туда, куда опустился сам Итро. То есть Итро, опустившись до этих моментов, может поднять это к святости. Как к примеру, скажем праведнику евреям запрещено есть свинину, как вы знаете. Почему? Потому что пишется, что свинину невозможно поднять к святости. Мы не можем ее поднять, она из трех нечистых каталочек святости. Но если человек не знал когда-то или согрешил и съел этот запретный плод, запретный не плод, а запретное мясо, то если он делает настоящую чулу, то даже такую нечистоту, как свинья, он может поднять к святости. И здесь кроется залог того, что мы объясняем. Благодаря Итро Тора смогла спуститься в самые нижние уголки темноты нашего мира. И это основная задача. Всевышний захотел осветить наш мир Торой, чтобы Тора спустилась в наш мир, сделал жилище ему в нижних мирах. Итро пришел, чтобы показать своим примером, что человек может измениться, что нечистота может сиять, что он, который лицетворял источник нечистоты, будучи идаопоклонником первой степени, становится праведником первой степени, показав, что Тора способна изменить весь мир. Желание Бога, чтобы Тора открылась в самых низних уголках нашего мира. И Итро, соприкоснувшись с нечистотой, открывает Бога именно в самом нечистом месте. Именно когда есть темнота, тогда мы по-настоящему ценим свет. Именно когда Тора проходит в самую низь и оттуда забирает и освещает, и поднимает святость и переворачивает, это основная задача Всевышнего для этого мира. Для этого он дал нам Тору, чтобы Тора могла все это поменять и переделать. И именно поэтому наша недельная глава называется Итро, потому что Итро первый человек, который раскрыл Бога в самом-самом низу. В самом-самом низу это там, где существовала водозора. И не просто раскрыл Бога, а светил, что переделал это. И такие люди, как Рахав, такие люди, как Итро, такие люди, которые возвращаются к Тории, которые видят этот мир, и которые спускаются в этот мир, и могут находиться в этом материальном мире, освещать его, это задумка Всевышнего о нашем мире. Поэтому, дорогие евреи, я желаю вам хорошей недели, да, и надеюсь, что мы сможем вместе с вами спустить святость в самой нечистой оболочке нашего мира. Как говорил Рабин Шая Гисер, он шутил всегда так, он говорил, говорит так, кто здесь не ел свинину, пусть кинет меня камень. Да, большинство публики, с которой я разговариваю на русском языке, мы все побывали в очень низких местах, да, то есть там, где существует нечистота. Некоторые, к сожалению, еще там находятся, и поэтому, если они смогут оторваться и переделать, и осветить этот низ, и поднять то, что там, где они находятся, перевернуть эту святость, то они по-настоящему могут внести Тору в наш мир. Каждый еврей, который завтра оденет филин утром, который будет соблюдать шаббат или еще что-то, он по-настоящему сможет спустить в этот мир Тору. Всего хорошего.